По инициативе главы Славянского района Романа Сенеговского в год празднования 70-летия Великой Победы были организованы экскурсии для школьников по местам воинской славы нашей малой родины. На одной из них побывали и наши корреспонденты. На нашей родной земле происходили разные события – радостные, печальные, героические. У нас много памятных мест – мемориалов, обелисков, посвященных подвигам земляков. Благодаря таким экскурсиям молодёжь Славянского района лучше узнаёт историю своей родины. Ведь история Славянской земли очень богата примерами героических поступков, на которых стоит равняться. На первую экскурсию были приглашены учащийся школа номер три имени Суворова. Открыл её председатель совета района Григорий Литовко в парке «40 лет победы», где уже более 100 лет увековечивается память о тех, кто встал на защиту Славянской земли, внёс большой вклад в её развитие. Цель, самая главная, наша задача, чтобы вы ещё раз увидели, побывали на тех святых местах, прониклись, для чего воевали наши отцы и тьеды. Вот у них был такой дух патриотизма. Вот сегодня, конечно же, я уверен, что и у нас прекрасная молодёжь. Во время экскурсии школьники посетили хутор Ханьков, где во время оккупации фашисты организовали лагерь для военнопленных и мирных жителей. На этом мемориале увековечена память не только бойцов, погибших непосредственно здесь в ходе боёв, но и увековечена память бойцов, погибших на хуторе Соболевском. Они также захоронены здесь. Ребята возложили цветы к братской могиле на воинском мемориале, построенном рядом с этим местом. После этого учащиеся отправились на недавно открытый у реки Курки памятник участникам прорыва голубой линии – стратегической оборонительной линии укреплений, без взятия которой невозможно было бы освобождение нашего района. На гранитных плитах тому вековечены имена 2278 погибших при прорыве воинов. Поиск имён освободителей продолжается. После уточнения на мемориале будут высечены новые имена героев. Также школьники посетили хутор Коржевский. Там на территории школы номер 19 установлен памятный знак «Геройски погибшим девушкам-снайперам». В течение всей экскурсии Дмитрий Решмидт, один из историографов нашего района, рассказывал ребятам об истории Славянской земли с древнейших времён до наших дней и о тех событиях, в память о которых были воздвигнуты памятники. «Надо помнить всё то, что пережили когда-то наши деды, прадеды уже. Не стоит забывать». «Геройски все очень понравилось, так как мы узнали много нового, того, что мы не знали. Узнали, что есть в 19-й школе памятник, который мы раньше не видели и не знали. Узнали много новых мест, которых мы не видели. В общем, много информации, которая нам будет полезна в дальнейшем». «Конечно, правильно устраивать такие экскурсии, чтобы люди, жившие сегодня, поняли, помнили, знали и не забывали об этом подвиге». Экскурсии для школьников района будут продолжаться и в дальнейшем. Это будут и встречи с интересными людьми, и познавательные маршруты по местам боевой и трудовой славы. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».